Приветствую вас на канале Елена Мирсемяна Цветов. В этом видео расскажу как можно весной с пользой обрезать клематисы и из ненужных стеблей получить много саженцев, например, для создания живой изгороди. Клематисы весной обрезают до начала активного роста побегов, чтобы не повредить молодые ростки. Сейчас в Подмосковье самое время приступить к обрезке. Сегодня я буду обрезать княжек для поддержания более декоративного вида куста. Удаляю часть побегов, чтобы немного проредить куст. Побеги никогда не выбрасываю. Из них получится хороший посадочный материал. Княжики отлично размножаются черенкованием и при этом обладают практически 100% укореняемостью, особенно если начеренковать их весной, когда набухают почки. На черенки выбираю побеги с проснувшимися почками. Таким способом можно размножать и любые клематисы. Нарезаю побег на черенки. Они должны быть длиной 10-12 сантиметров с одним между узлием. Верхний срез делаю прямой, нижний косой. Кстати, друзья, хочу порекомендовать вам эти очень удобные ножницы для обрезки тонких веток, кустарников и цветов. Лезвие изготовлено из нержавеющей прочной стали. Очень хорошо режут. Длина лезвия 45 миллиметров. Они очень легкие и удобные в руке. Заказывала их на сайте 7семян. По промокоду МИРСЕМЯН вы можете получить скидку 10% на весь ассортимент товаров на сайте. Также в онлайн супермаркете 7семян имеется большой ассортимент других товаров для сада и огорода и положительные отзывы покупателей. Ссылку на ножницы и на промокод оставлю в описании под видео. Крятку для черенкования лучше подготовить в полутенистом месте. В почву добавляю песок и перегной для разрыхления. Все перемешиваю. Почву немного уплотняю и поливаю. Черенки обмакиваю в корневин и втыкаю под углом 45 градусов. Почки должны остаться над землей. После посадки черенков еще раз поливаю и накрываю место посадки укромным материалом. Также можно накрыть пластиковыми бутылками. Если ваш череночник находится на солнечном месте, то черенки обязательно нужно притянить. Также нужно следить, чтобы грунт всегда был умеренно влажный. К середине лета черенки уже хорошо укоренятся. В этом году не стоит эти черенки беспокоить. Пересадить их на постоянное место можно будет в следующем году летом или в начале осени. Укорененные черенки обычно хорошо зимуют в дополнительном укрытии. Спасибо за просмотр! Напишите в комментарии, черенкуете ли вы клемати с весной. Если видео вам понравилось, ставьте лайки и пишите любые комментарии. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мои другие каналы. Елена Сата-Огород и кулинарный гид Елена. Ссылки на каналы находятся в описании под видео. Продолжение следует...